Знакамитая музычная симфония Пети и Волк, Майя Протяг. У Могилёвы произошла премьера казки Пети и Волк 2. Подчас концерта у Могилёвского музея Паула Масленникова присутствовал и сам автор твора, московский композитор Пётр Поспелов. Могилёвская городская капелла выгонала два творы разом. С початку классичную казочную симфонию Петра Прокофьева, Пети и Волк, Майя Протяг, Пети и Волк 2, Петра Поспелова. У меня были определённые идеи, потому что Прокофьев отдал своим персонажам голоса инструментов, но оставил два инструмента, которым он не придумал персонажей. И я решил, что он специально оставил их для композитора, который, возможно, напишет продолжение. Поэтому я так и поступил. У меня появились новые персонажи, это кит и китиха, которых исполняют труба и тромбоны. Могилёвская публика с заслуженным довером ставится до выканавчика узровню городской капеллы. Однако на этот раз гости концерта выказывали насторожный интерес до сучасного варианта знакомитой музычной казки. Я всегда очень осторожно отношусь к продолжению известных произведений. Я работаю больше с литературой, и, как правило, в литературе у нас нету удачных примеров. Мы знаем унесённые ветром продолжение, и поэтому я пришла как бы заинтригованная, что же получится в музыке. Про тяг казки был написан Пятром Поспеловым для Московского театра «Ляляк» в 2013 году. Поспехово выконвается на концертных плясовках российской столицы. А в Беларуси у першиню прогучала зараз, в Могилёвским областным мастацким музее имя Паула Масленникова. Мне бы хотелось, чтобы моё произведение в каждой стране исполнялось на языке этой страны. И я, правда, не знаю беларуского языка, но он мне нравится своим звучанием, своей музыкальностью, и это язык с большими историко-культурными традициями. Поэтому мне очень приятно, что сегодня «Пяти и Волга-2» звучит по-беларусски. По словах музыка, в протяг отрымауся гармоничным и целком натурально гучить поберз с Прокофьевской симфонией. Упыльницей в этом могилёвчане смогут и надалей. Могилёвская капелла мае намер представить сказку у дитячих на вычальных установах у наступном годе. Катярына Балукова, Татьяна Дмитриева, Денис Бутылин. Новины. Регион.